Всем привет! Меня зовут Александра Макарова, я книжный обозреватель. Хочу сегодня рассказать про книгу, которую часто советую, потому что на меня она произвела большое впечатление. Называется «Наверка Сакуры». Автор Всеволодовчинников — это русский журналист, человек, который проработал много десятков лет в русских изданиях, в русских газетах. И он семь лет прожил в Японии и написал о японцах, об этом загадочном народе, вот эту вот удивительную, очень интересную, очень увлекательную книгу. Японцы — уникальный народ. Овчинникову удалось показать вот эту вот уникальность, основу их национального характера. Он рассказывает, почему чистоплотность связана с религией синто, почему у японцев такая страсть к единению с природой, и откуда у них вот это вот стремление к эстетическому воспитанию. В школах даже уделяется столько времени, что ни одному другому народу не сравнится в этом с японцами. Японцев вообще, прежде всего, восприятие жизни, эстетическое, художественное восприятие, для них гармония гораздо важнее, чем выгода или чем правота. То есть для них достичь гармонии гораздо круче, чем достичь собственной правоты, например. Японцы считают, что человек умеет жить тогда, когда умеет находить радости в каких-то простых вещах. Не считают, что иностранные туристы потребляют непозволительное количество красоты и удивляются, что красоты одной капли росы им мало. Вот Овчинников описывает разные ситуации, разные факты. Книга такая очень насыщенная всякими деталями и мелочами. Он рассказывает и о продвижении по карьерной лестнице, и об искусстве поклонов и извинений. Рассказывает о горе Фудзи, о Токио, о том, почему чайная церемония имеет вот такой вес в Японии. Рассказывает о коллективном любовании луной, об искусстве икебаны, о кулинарии, о традиционном японском доме. В общем, самые разные темы затрагивает все овчинников и рассказывает о своих впечатлениях, о своих личных каких-то переживаниях. Японских детей учат прежде всего не терять лицо, а вот это вот состояние подчинения из детско-родительских отношений переносится в отношения начальника-подчиненный. Ну, японская мораль не ставит себе целью изменить человека, она просто опутывает его сетью правил для того, чтобы соблюдались приличия. Но вот в этой вот морали, в этой вот строгости есть все-таки лазейки, через которые проявляется истинная японская натура, и которые позволяют каким-то шалостям иметь место быть. Если японцев сравнивать с жителями западных стран, в каких-то моментах у них как-то все наоборот. Они очень церемонны в домашней обстановке и бесцеремонны в общественных местах. Или похождение женатого мужчины здесь является практически нормой, зато ревность жены – это верхнее приличие. В общем, японцы такие уникальные люди. Очень советую эту книгу всем, кто интересуется Востоком, кто интересуется другими странами, кому интересны такие живые впечатления опытного живого человека. Очень интересная книга, и у Овчинникова есть еще одна книга, такая же уникальная, такая же интересная, называется «Она корни дуба». Это про Англию, про нее расскажу как-нибудь в другой раз. Ну а ветку Сакуры прямо вот моя рекомендация – читайте. Еще больше разных книг про разные страны и про Японию в том числе вы найдете на сайте ОМСК здесь, в рубрике «Влюбленные в книги», ссылка в описании. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова